итак ребят ладно небольшой перерыв окончен надеюсь у вас там все хорошо привет всем кто только подошел и вперед давайте продолжим 26 эпизод 4 главы потом у нас в чате понятно ладно плюс минус близко то был как я вперед сейчас узнаем они прошли прослушивание или нет очевидно что да вы все вчера хорошо постарались на прослушивание ну как вам ваше первое прослушивание как гостей татс море дата раздевайтесь не то я думала что я готова и полна решимостью но я была но но я так сильно нервничала что не ожидала да у всех было такое выражение лица как будто они в ужасе этот режиссер который пытался который вербовал меня в городе там вообще казался совершенно другим человеком ну выбирать целью конечном итоге это действительно очень важная работа чтобы влиять на произведение сакуинные сияжима сэйю не оптика сайю сарел да очень сильно все таки зависит от целью если работа получится хорошей или плохой совершенно верно вот почему все должны относиться к этому серьезно да ответственность тут действительно очень много и важно ну так каковы результаты прослушивания как мы выступили как раз со мной связался он сказал что сразу определился с кастом кто какие роли будут играть на основе собственно людей что смогли справиться с этим прослушным и как они там себя проявили что уже были выбраны роли сервера и макаро как на генебиа на аудиторию как сета так ну чтож сейчас я объявлю результаты прослушивания куриширо на вен ве так сперва 1 короче первый успешный кандидат который прошел это сердечко бьется если возможно я бы хотел бы чтобы они все прошли мария 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 ура справилась ну само собой не зря он меня завербовал рейдингу генебиа уенжить море нас так рия будет играть и главного главную героиню гневе значит главная героя главная героиня или героя это не уточняется точно речи героини гневе да потому что вы все знаете что иногда девушки могут озвучить и парней девушки шеции смысле если чё это очень важная роль что является краеугольным камнем этой работы стараюсь да предоставьте это мне хорош хорош с первым прошло все успешно все хорошо так и собственно следующий кандидат кто прошел это уцуги сатори саточи здраву ляю привет степа ну я думала что я действительно тоже справлюсь слава богу я так рада ребята посмотрите на это ее выражение лица она похожа на кролика не знаю почему у меня такая ассоциация привет привет степан еще раз так как-то на русском Короче, Сатурин будет играть Вторую самую важную роль, короче, в произведении Асагири Асагири Айя Реалистка И ученица старшей школы Прекрасно подходит Так, Сатурин тоже прошла Отлично Еще двое остались Итак, следующие Это Мьёджин Рине Ура, я так рада Какая радость Так Она такое чувство, как будто сейчас взорвется От радости Рине, поздравляем Спасибо Я так испугалась Не плачь Не плачь Рина будет играть роль Торо Мэрю Одноклассницу Одноклассницу Ай Мне придется играть роль Подруги Сато Чин Да, я постараюсь Всеми силами Хорошо Пока что Все прошло успешно И Томи Мэй И ты Да не, че, серьезно Э Да ну Это Моя Мир 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 Так, Кагами сама Которая существовала, если я понимаю, по ту сторону зеркала И она всегда хотела стать Стать частью реальностью Но не смогла Как я ожидал, ты все понимаешь Так Это девушка, которая не выставляет свои эмоции на показ Она использует мало слов Она просто так это сказала, как будто действительно сейчас все плохо Но нет Блин, я вот думал Если Мей не пройдет, а остальные пройдут Было бы круто посмотреть на развитие событий Но, увы Ура Круто, круто, круто Да, ну Неужели Все прошли? Ну, для нас это вполне естественно Ну да Которые можно перевести как Собственно, бледные Или там Белые, как Овечки Кстати Ну, подходит Что, у вас были такие Бледные лица, как Коверя Не, все равно Странно на русском Звучит Менеджер, вы что-то сказали? А? Не, ребят Девочки Поздравляю Какие ребята Так Ну что ж Прослушивание Вы все прошли И Роли были Также Объявлены И на этом Конец Спасибо До дня записи Вы должны Поглубже Познакомиться Со своими ролями То есть Готовьтесь Ну что ж Девочки Это Ваша первая Работа Так что Держитесь Крепче И удачи Да Да Мы приложим Все усилия Масаки И Манеджер И Манеджер И Манеджер Я Определенно Наблюдайте Наблюдайте За нами Я буду делать Это Своим темпом Да уж Мей Такая же Как и всегда Ладно Тогда Можете Вернуться В общежитие Но перед этим Есть одно место Куда я бы Хотел бы Заскочить Мит Куда же Ты хочешь Пойти Пожрать же А нет Не подумал Пожрать Хотят Так Девочки Поздравляю Всех С тем Что Прошли Прослушивание Напряжение Которое Вы испытали Непосредственно На место Работы В сто раз Жестче Чем Непосредственно На самих Уроках Я уверена Что это Помогло Вам самим Немного Точнее нет Я уверена Что это Помогло Вам Вырасти Немного Над собой Сожалеть Так что Постарайтесь Чтобы Не сожалеть Ни о чем Большое спасибо И это О чем Ты Хотел Там Скирки Сенсей Поконсультироваться Что Могу Вам Чем-то Помочь Откры Немного Я Не Не Нет Мы Хотели Чтобы Вы Помогли Нам Разъяснение Кое-что Касательно Ролей но тут не стоит вопрос типичных уроков тут вопрос скорее практики но мы хотим действительно да верно но мы все равно хотели бы снова еще раз услышать все ваши советы сказать говорили обычно значит ли это что когда у нас непосредственно сами уроки были вы тогда вообще ничего не слушали никогда бы так не поступили бы дело не в этом это очень важная работа в которой вы не можете потерпеть неудачи верно совершенно верно ну я на самом деле очень часто вообще не слушала типа кирику сенсей эй нет необходимости в этой честности сейчас ну ладно я поняла ваши чувства тогда позвольте мне вам еще раз все повторить самых основ пожалуйста во первых независимо от того что это занимая то кого вы играете это те кого вы играете это живые существа в данном случае люди а что насчет когда там яка и например или феи все одно и то же это касается любого персонажа но что является живым существо что дышит и это то что нельзя выразить только техниками и это то что нельзя выразить только техниками зима рису на якору в как силу кота гости и он наверно другими словами пытаюсь сказать что необходимо понять эту роль до самых глубин так сказать грузиться самогубин ну точно если почитать профиль то там все должно быть написано да но не нужно его просто прочесть и все его нужно читать много раз снова и снова и снова вы должны понять о чем думает этот персонаж как он думает что он любит что он ненавидит сэрит то керакта она не так и теки не не и текар сделать так чтобы этот персонаж по сути стал трехмерным или посмотреть на него вижу кто-то хорошо помнит уроки все они такие серьезные и впервые это слышу господи за исключением мей конечно а что если ты читаешь читаешь там все равно не понимаешь персонажи что в таком случае делать но в такие моменты почему бы не попытаться самому типа изобразить его попытаться цена кира на шуме гачевин нара кисть они джогин гусите миле катана сараки готовы нора как и он на теме сала раме и случаем не из вашего ордена это на ленивый кажется местами ну например если у персонажа хобби бегать трусцой то ты тоже побегай трусцой а если персонаж хорошо владеет мечом но ты тоже постарайся овладеть мечом понять это таким образом ты сможешь понять персонажа сживаясь него может быть если ваш персонаж шлюпка то ну чё чё оденься как следует и выходи ночью на улицу все легко и просто ничего сложного нет хотя в наше время 2020 уже есть одна проблема большая а в то время еще не было но это конечно не так легко и само собой это не единственный способ старайтесь найти свой собственный способ понять персонажа у каждого может подойти на свой большое спасибо теперь я чувствую действительно себя спокойнее и лучше маруяма сан а то действительно очень серьезно несмотря на то как ты выглядишь в тебе действительно очень сильное чувство ответственности из-за этой работы это должно быть чувствуешь здесь действительно большое давление ну это не так легко понять но это верно но в этом нет нужды потому что вас выбрали вы просто прошли прослушивание если вы провалитесь винить человека который выбрал вас о как ты не преувеличивает не перебачиваешь с она край дон тока майки не сай но не нужно быть слишком легкомысленным самим вы со своей стороны самое важное должны вложиться на все сто процентов да большое спасибо я так и знала что прийти к кирико сансэй была хорошей идеей не а ведь я говорила что у вас за титаник в чате развивается менеджер менеджер ну как успехи у девочек ну как ну как всегда канаджу тачи митами джава караной мануне ну знаете иногда они могут просто не показывать истинных нпт на субе ну арины например очень легко можно понять и она всегда все выдает но с ней все нормально будет на конце концов все-таки очень сильная девочка да но она самой старше в команде же рия сатори ну и само собой мей все нормально с ними я уверена что эти работы работы и уверена что эти девочки справиться с работой да я тоже верю но я немного обеспокоен все-таки все-таки стоит пойти чуть больше посмотреть как у них успехи с они бьют друг другу морда что кто-нибудь что-то готовит так что там дальше нужно нужно ставить так нужно так правильную дозу подобрать а сколько это рия чем-то занимаешься а менеджер а вы разве не видите готовлю а ты можешь неважно могу или нет я практикуюсь чтобы уметь а а а а а а а это касательно роли знаю а а а разведка а а н а а а а а ну это мой первый раз так ничего не поделаешь И что ты сегодня делаешь? Что я готовлю? Разве ты не видишь? Я как раз таки спрашиваю, потому что я не понимаю Особое блюдо Лиз, демонический Демонический Гоя Чампуру Так, ну это если в переводе, то Гоя у нас это Дынька, вроде Дынь, да, какой-то, горькая причем Хуй Так, вернемся к тому, что Сатори Сказала А почему оно черное на цвет? Ну, почему оно стало черным? Неизвестно И Необъяснимо Не, это есть нельзя Ну, тогда не ешь Мей, ты же съешь, верно? Если возможно, то Ри и я бы не хотела бы становиться твоей подопытной свинкой А то у меня действительно сейчас проблемы с животом будут Мей, и ты туда же Ну ладно, сама поем Готовила дыньку, получился Демон Емат Ну, да Она сейчас будет в одиночке, то есть Лучше Не переусевствовать Так А, значит, ты поступает, что так и говорила Кирика Сенсей Дабы Хорошо понять и войти в свою роль Ты решила Воспользоваться ее советом Ну, это все из-за того, что Ри действительно очень серьезно относится к этой цели К этой роли Оу Ну, Сатори, ты же вообще Для того, чтобы хорошенько понять и войти в свою роль Ты решил обратиться к своей маме за помощью Ну, Сатори, ты была и встречался со своей матерью Ну, как Сею Как это сказать Нет Как Сею ветеран Я решила обратиться к ней за советом Так Вот как Вижу, вы все действительно стараетесь Ну, только Мей Ничего особо не делает Так Ну, я этим буду Нет Я этим занимаюсь Занимаюсь своим темпом Как обычно Сейчас я могу лишь Раздумывать над этим Ну То, что Мей Пока что только раздумывает Ладно, нормально Эй, менеджер-сан 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 Она имеет в виду Про менеджера Или про кого-то другого В общем, вопрос Могу понять А, менеджер-сан Вы когда-нибудь видели Маленького Деда В роли менеджера Если я правильно понял Ну, если вот так подумать Раз ты меня спрашиваешь Внезапно Даже ХЗ А, при чем тут вообще Маленький Дедок Ну, этот дедок Должен быть там Примерно 15 сантиметров В длину И должен появляться По ночам Что? Я понятия не имею О чем ты говоришь Вообще Окей Ну, персонажа Который я играю Она же Типа Очень сильно Любит Оккультизм И все это дело Но, если честно Я не особо Разбираюсь И не понимаю Что такое Вообще Оккультизм Ну Что призраков Что НЛО К сожалению Увидеть Просто так нельзя Увидев Жизнь Нельзя Но похоже И это надо Да, но вот Маленьких Дедков Увидеть Там можно Окей Окей Ну, что-то Типа Феи Что-ли Тогда Деды Это не фея Это просто Маленькие Деды Так, ладно Я как минимум Я как минимум рад Что вы действительно Очень Я пришел Как Я действительно Очень рад Что вы Стараетесь Изо всех сил Ради этих ролик Ради этого Я и пришел В конечном итоге А Маленькие Гномиков Ну да Но тут Про гномиков Никто Так и не сказал Скорее всего Она их Имеет ввиду И на них Там То ли призвали То ли еще ХЗ Что Она просто Так расплывчато Говорит Так Кое-кто Только что Пытается Меня Менять Сразу Тему Менеджер Почему бы вам Не отведать Моего блюда Так, ладно Мне как бы Пора Домой Спасибо за все До свидания Удачи А вот Теперь уже Убегает Эй Подождите Менеджер Сан Давайте Поговорим Про маленьких Дедков Менеджер Вы должны Съесть Сначала Вот это Простите Но Мне пора Увидимся Завтра Хорошо Постарались Менеджер Сан Менеджер Фактиш Сед Мау Тухер Как говорится Ну нафиг Жесть Называется Пришел Проведать Одна Несет Каких-то Маленьких Дедков Другая Хочет Отравить Ну нафиг Ну нафиг Ой господи Забавно Добрый вечер Добрый вечер Ну че девочки Девочка Как бы Бодрячко А это Еще кто Вот если бы На хентай Подписали Ой Тогда у менеджера Было бы Очень много Работы Очень много Работы Блин Если бы Эта игра Была бы На дмм В разделе 18 плюс Совет С этим Контентом Было бы Весело Да Ей туда Можно было бы Заглянуть Так Не знаю Она главный Менеджер Из Эльблю Рио-сан Зовут А Так значит Она Рио-сан Так Так Полегче Полегче Не видеть Себя Так Будто Мы Встречаемся В первый Раз Сократ Я Если честно Не помню Может я Когда-то Видел В детстве На Сознательном Возрасте Я не Смотрел Это Дело Не помню Хотя Это Много Чего Касается Все-таки Да Но Это Ведь Наша Первая Встреча Не 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 Мы Встречались В офисе Много Раз Что Правда Ужасно Но В последнее время Это правда То, что мы Вообще Не виделись Встречались невероятно бодрым человеком и милый ну и какая радость ирина я ты тоже миленькая большое спасибо так эти двое похоже на одной вал волне кстати ребята не нашли друг друга больше что важнее а почему вы рио-сан пришли сюда завтра же наконец-то ваши ваша первая запись как все так ну я подумала что очень важно дабы вы были в курсе того что что ждет вас непосредственно на студии где вы будете записываться и и вообще чё там почему и чё будет происходить поэтому я решила тут прийти и рассказать вам дать пор советов привет стратика так новоспособный менеджер ну независимо от того как рио-сан выглядит и кажется на первый взгляд на самом деле она способный менеджер смотрите на это лицо ну сорян это правда смысле как я выгляжу как я кажусь на первый взгляд ой прошу прощения я в смысле то что вы молодой выглядите ну да верно не смотря на то что я выгляжу очень молодой на самом деле я более взрослая да тут не проблема в возрасте что-то сказала не не я ничего не говорила ну что ж ладно давайте начнем побыстрее так так сперва на первое самое важное это то что вы не должны издавать ненужных шумов и тому подобное когда находитесь в будке звукозаписи или комнате звукозаписи какие-нибудь аксессуары которые могут бибикать и сдавать звуки или одежда которая тоже может там тереться и сдавать звуки нельзя понятно знания получены другими словами тогда у рей и у мэй учитывая их одежду это может быть проблемой да у вас есть что-нибудь более простое у меня нет другой одежды у меня нет такой одежды ни одной у меня тоже у меня вся одежда похожа на ну в трусах чё пойдут ну так самый важный момент это чтобы шум не издавать верно ну тогда все в порядке я не позволю этой одежде издавать хотя бы один звук ненужный ничего себе самоуверенность окей ладно если вам режиссер что-то скажет то вам придется раздеться и в трусах выступать если режиссер вам что-то скажет вам придется пойти и переодеться в футболке маяки маячки но лучше бы блин им сказали раздеться и пусть в трусах выступает точнее озвучивать маяки 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 мне очень жаль но но маечки а понятно нет если вам не нравится предыдущая фраза надо не совсем правильно если вам не нравится маечки могу одолжить вам что-нибудь из своей одежды вообще в принципе что у нее есть мире говорит что прости но мальчики сойдут или футболки одной тоже рио сам что дальше ну дальше это одна из основ основ приветствуйте весь персонал когда только начинаешь громко и ясно а ну это вполне естественно ну ринатян за тебя я не беспокоюсь а вот насчет остальных троих могут быть проблемы я элис также известная как маруя мария приятно познакомиться так чё-то за тихий голос но уже громче уцуги сатори здрасте и полагаясь на вас тут еще можно как не дружелюбно но уже улыбнись доме мей благаясь на вас да не так уныло нуждавая более энергично ну как бы это не шутки если ждать вам нужно быть серьезным это не очень серьезно ты и и и и и и и и я конечно понимаю что у вас свои характеры и так далее но подумайте сами насчет того что остальные им вы будете работать могут хорошо вас понять и дружелюбная атмосфера уничтожится этому ухо для и типа а вот мотива надо на ты умолчал если если при первой встрече с персоналом вы не будете себя вести должным образом они могут подумать что вы не особо серьезно может относитесь ко всему и так далее не в таком случае ваши усилия вообще могут пойти впустую ну верно ладно тогда мы постараемся при первом знакомстве со всеми майна киний дейсосе масс и я сделаю все что с их силах чтобы адекватно справиться с этой проблемой ситуацией ну только не говори ничего что невежливо прозвучит пожалуйста а ладно она придет такой вы все должны слушать меня так ну чё ребят еще немного так дальше нужно соль и перец немного да но немного это сколько да ладно срать поставлю вот столько 3 чем занимаешься но сатуре добрый утро что спрашиваешь готовлю рожде не видишь но несмотря на то что ты делаешь это ради роли продолжаешь становиться лучше ну короче я сделала тут вы какое особое блюдо салатико сатуре будешь я я втасшую инвесток а сама чей за то что гаватас на руке на на нет я воздержусь моя обычная утренняя рутина это просто сыром ну уже да не обязательно каждое утро прямо есть эти тосты сыром давай о съешь кусочек давай сегодня у нас день записи если будут проблем со животом плохо все кончится и проблем на нормально все нормально лидеру да версия но выглядит вкусно да ну давай ешь вкусно ария ты действительно стало лучше да ну серьезно изначально я готовила только ради роли однако так как я была ни на что способна в готовке постепенно я начала учиться и в самому сава сава начал получать удовольствие мне это начало нравится и она умеет готовить все можно брать жены ну ты на днях вон там твоя еда была вся черная секунду так вот я где-то слушал это окинавское блюдо точно так вот я где-то слушал это окинавское блюдо точно хорошо да если что этот гоя чампур ну гоя это собственно и подынька который растет на окинаве и собственно гоя чампур это такое блюдо и окинавское жареное жареное ладно думаю что сегодня действительно все хорошо пойдет доброе утро пахнет очень вкусно так рина хочешь съесть мое особое блюдо и гайни мусы в укусе на удивление действительно очень вкусно да ну ну тогда попробую доброе утро доброе утро мей будешь я откажусь мне нет аппетита так нарутиан хотя бы маленький кусок нарутиан она всегда очень мало есть мей ты какая-то странная правда разве мей не всегда такая так стоп подожди секунду дай мне потрогать твой лоб ух ты ж ничего себе как горячо хм что нарутиан простудилась не знаю не знаю кофе нарутиан прострел не знаю какая я напряжение очень многих лет не имела простуды однако я просто чувствую Как моя голова, как будто В ней что-то кипит Типа, какая-то боль Так, есть какие-либо лекарства от простуды? Так, нет Не нужно использовать сейчас вот эти лекарства от простуды Но пока что нам нужно Снять жар Пойду спрошу у остальных, есть ли у кого-нибудь Нужные лекарства Так, давайте разделимся и поможем Ищите простыню еще Хорошо, подожди Мей, ты в порядке? Вот, съешь немного Я тут приготовила горячий как раз Что-то блюдо переводится-то А, понятно Каша Ты умеешь кашу делать, что ли? О, понятно, она еще должна ее сделать Да, я сделаю ее очень вкусной, подожди Нет Оказалось странно Но уже ее приготовила когда Так, доброе утро Так, уже почти время скоро Э? Умей жар? Э? Э? Съела кашу И выпила жаропонижающий Сейчас она спит в своей комнате Риенна Риенна Заботится о ней Меняет постоянно полотенце и так далее Как долго уже Спит Так, ну Где-то Час с половиной Она всегда говорила, что Будет делать все своим темпом И в конечном итоге Вот пришла утром С температурой Так Ладно Тогда пусть она спит До крайнего срока Если температура Мэй не упадет Ну, а что насчет работы? Что с ней будем делать? Ну Все зависит От жара Насколько все плохо будет Если Кроме как Дать ей отдохнуть дальше И ждать, когда температура не упадет Другого варианта не будет То Нет Нет Это же Наш первая работа Другого варианта не упадет Второго Второй раз Второго такого шанса может не быть Конечно Саточин, а тебя что, это устраивает? Конечно же нет Конечно же нет Я не думаю, что это прям настолько хорошо Лох, конечно, но и что поделать Я этого не допущу Я снижу температуру Рей Во что бы то ни стало Уверенна Ре Что там, Смей? Потеет Потеет очень сильно Сколько бы я полотенц Не менял Не меняла Все равно недостаточно Менеджер-сан Тайм-лимит Менеджер-сан Каков у нас Лимит по времени Да Ну, если вы Пойдете В студию На такси Ну, у вас 30 минут еще 30 минут 30 минут Нару-чан Гамбарте Нару-чан Постарайся Да, ребят Иногда Действительно Вот Простуда Может появиться Очень не вовремя Ре Очень скоро Уже Лимит Лимита Достигнем По времени Так Ну, как там Мей Сейчас я Измеряю Температуру Пожалуйста Пусть она будет Низкой Менеджер Если Мей Потребится Еще Отдохнуть Я Отдохну Останусь Вместе с ней Причем Говорить Ну, по правде говоря Прошлой ночи Мы с Мей Читали по ролям Тренироваясь Ну Нечто подобное Не каждый день бывает И Мей Как-то мне сказала Про Мей Строг Много чего Я беспокоюсь о Мей Она всегда хотела Сделать это Вместе со мною Вот почему Нет Когда Я помню Что Мы Потом Пошла И в ванну И вышла Оттуда Волосы Все еще Были Мокрые Мей Сверху Крап Короче, хочу сказать, что причина, почему у МИ, это температура. Это изи меня, скорее всего, я виновата. Смотри, я. Это ладно, бывает что. Так. У нас сейчас был 50-й эпизод. Да. Я виновата в том, что он умеет температура. если мей останется я тоже останусь и я понимаю твои чувства но нет это неприемлемо так нельзя это работой и бодричку уже в порядке да нормально до температура нормализовалась ну короче похоже все действительно сработало как следует даже без даже без лекарств ничего себе это чудо менеджерс простите за беспокойство да не 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 я действительно очень рад что ты пришла в себя спасибо тебе за все это благодаря тебе мария температура упала я действительно очень рада не обнимая меня так как я сейчас еще мокрая и ненавижу это какая холодная это ладно она тогда мей быстро поспеши переоденься перед этим можно кое-что скажу обычно подобные вещи я никогда не говорю но сегодня давайте вместе действительно объединим свои усилия и сделаем хорошую работу да верно давайте постараемся на работе так чтобы ни о чем не жалеть ладно тогда я позову такси вы быстро давайте и готовьтесь погнали мы пошли валить уже так ну что ж мы добрались за студии да благодаря такси мы действительно очень быстро забрались можно я зайду в этот супермаркет быстро температура упала у меня и что-то я проголодалась ладно но быстро как и всегда своим темпом все делать послушайте насчет этих маленьких детков что появлялись короче во снах во снах по героиней которая играет что опять ты про этих маленьких детков так вот они мне приснились и сказали что сегодня все будет хорошо маленькие детки сказали тебе что все будет в порядке маленькие детки я все еще не понимаю это мама написала верь в себя и удачи постарайся ну да уж разве это не здорово стратеги детки дяденьки даже можно хорошо постараемся так гномики это наверно я тоже получил сообщение от рио она пишет говорите громко да уж и рио сам тоже беспокоится ладно ладно мы должны это сделать тогда о нару-чан возвращается спасибо за ожидание что-то губила ну жвачку короче и в каком месте она может дать тебе питательные вещества ну это лимоновая жвачка она содержит витамины менеджер ну что ж пошли на студию да тогда вперед девочка так ее пора селить в одну комнату к Харуне Ниблер так это у нас во втором сезоне будет не бойся как бы судя по обложкам второго сезона что уже вы следовая две главы там как раз взаимодействие всех команд будет более более большим так сказать нас в первом сезоне лишь знакомят с персонажами они как бы живут все вместе и так иногда встречаются все-таки очень редко так что я с удовольствием посмотрю на взаимодействие Харуны и Рины это будет очень весело так доброе утро меня зовут Мерчин Доброе утро меня зовут Уцуки Сатори доброе утро Доброе утро Мария Мария полагаясь на сегодня сегодня на вас ну нормально ну нормально последний песок и все ребят конец девочки хорошо постарались на записи мне тут режиссер позвонил он был действительно очень рад да и весь персонал персонал вас сильно оценил вот как ну тогда молодцы девочки а ну я рада тогда в чем дело вот все чувствуешь нет я вообще ничего не чувствую как будто вообще все плохо пошло не знаю я так сильно неренчала когда находилась перед микрофоном но у меня в голове стало пусто и в какой-то момент я могла только смеяться все волновались ну только мия вроде бы была такой же как и всегда да но режиссер сказал что вы отлично справились разве это нехорошо означает что все нет вы должны стать лучше намного лучше честно говоря я действительно очень даже разочарованы да я тоже разочарована я хочу стать лучше намного лучше нужно больше больше уроков Масаки-сан можно я можно мы уже пойдем а то я хотел бы пойти в студию уроков как можно быстрее и потренироваться самостоятельно хорошо удачного пути ну что ж хорошо простить меня девочки погнали ну что ж я постараюсь спасибо за усердный труд Масаки-сан Масаки-сан я все еще имею сожаление я думаю что я могла бы справиться лучше я поняла удачи прошу простить девочки девочки они сделали они выполнили свою первую работу однако они чувствуют больше разочарования чем удовлетворение это действительно признак того что они могут стать действительно очень хорошими эссея да я тоже так думаю отныне будет весело верно сильно жду с нетерпением что ж урок на сегодня закончен спасибо всем за усердный труд большое спасибо Кирика-сан-сэй Кирика-сан-сэй есть ли какие-либо замечания о вот это редкость Кирика-сан-сэй я тут хотел спросить тоже Мьо-чин-сан тоже Рина вообще-то я первая Сато-чин у тебя скорее всего долгий разговор а у меня быстрый так что я давай я первая тут не проблема в том у кого длиннее у кого короче о господи сара молчать но она так сказала что я могу сделать так Кирика-сан-сэй вот это реплика что-то насчет эффективности как ее произнести Ариена пошла вперед и первая задает вопросы так подождите это моя очередь вообще сейчас подождите вы что это значит но все преисполнены мотивацией возможно это только сейчас что гиблер классная у нее тренировочная одежда да ты единственная такая точнее ты единственная кто ведет себя как всегда и не меняется так девочки из мун вы в общежитии менеджер в чем дело ну вы вчера были очень сильно расстроены поэтому мне было интересно как у вас дела все это вчера и закончилось сегодня уже все как всегда без изменений закончилось ну Сатори-сан как обычно свои тосты с сыром ест и молочный чай а потом пошла в библиотеку Ария на подработку Ария пошла кормить голубей в парке нормально а ты в своей комнате сейчас я занимаюсь программированием для одной игры я сейчас достигаю иллюминационного момента и я не хочу чтобы кто-либо меня беспокоил а вот как прости ну что ж тогда прошу простить ну и да уж все как всегда с другой стороны я чувствую какое-то облегчение конец все все и ребят четвертая глава закончена так ну все тогда нам осталось эпилога и мы первый сезон прошли но нет подождите нам еще посмотреть надо вот это то как они восприняли свои роли более детально и с разных сторон ну кстати аниме мы можем прямо сейчас посмотреть аниме кагами ни本当 на自分 на отсюда нанте сонно кота аре ваке на и а 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 Ах! Фу... Ара... Ярисугита, каишра? Кто ты? Меня ты. Ты меня. Ты меня. Да. Мы. Думаю! Ребята! Это Генебия Ария. Пожалуйста. Вот именно! Кагамио, Кагами? Кагами-сама? Мебу! Ария! Канкейある2点を… 引き寄せ… 繋げ… 結ぶ! А… やった! Ааа! Аааа! А… Ах! А *** по-моему, аминь и Неменитаря. А… что-то… Аааа? Ааа… ааа… но, ааа. ааа ааа… 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 ааа! Алья! Алья! Я переживала сейчас, что вы не хотите. Алья! Алья! Меря, как ты не делал, как это было. Алья... Алья... А…好きだったよ! Привет! Я наконец-то почувствовала... Ария! Ну… Забавно! Забавно-забавно! Продолжение следует! На этом пока что всё! Продолжение следует...